Привет-привет, с вами Алена, и сегодня вы подумаете, что я зачем-то вам показываю обычные ногти, казалось бы, да, ровненькие, аккуратненькие, иди там френч рисуй, краси, все будет хорошо, но, на мой взгляд, этот случай очень интересный, я хотела им поделиться, потому что проблема здесь глубже в прямом и переносном смысле слова. Наша клиентка это молодая девушка, она спортивная, смотрит наше видео, подбирает обувь, носочки хорошего качества, и ногти на первый взгляд выглядят почти что идеально, но у нее есть проблема, на самом деле ее ногти очень сильно болят, и ходить почти невозможно, у нее у самой дома набор инструментов, есть кюретка, ножницы и так далее, потому что мама у нее стоматолога, и в общем-то есть доступ к этим инструментам. И что же мы видим? Она сама осуществляет себе дома мини-операции, решает проблему, высекая себе часть стенки ногтя с внутренней и внешней стороны, но ноготь растет и начинает свое движение, возвращая себе размер, заложенный природой, она одевает обувь, ходит, бегает, и опять отрастающий ноготь вызывает болевые ощущения, и снова приходится решать эту проблему. В общем, клиент просто ходит по замкнутому кругу годами и, естественно, хочет выбраться оттуда. И как же она, как же мы, точнее, предлагаем решать такую проблему? Ну, во-первых, мы поставим коррекционную систему, в нашем случае это три ТО-скоба, это два вот таких крючка, система так и называется, крючковая, которые поднимают уголочки ногтя. И в этот момент мы получаем доступ к подногтевому содержимому и вытаскиваем оттуда наше сокровище. Это такая штука, которую часто называют подногтевой мозолью, оголоногтевой мозолью. В общем, это образование кератоза лишнего, который образуется посредством натирания ногтем бокового валика. Короче, трется ноготь, а кожу и вот это вот растет, что, в принципе, нормально. Просто ноготь трется очень сильно и кожа так реагирует. И именно вот эта неприятная штучка доставляет максимальный дискомфорт клиенту. В общем, после установки коррекционной системы мы приподнимаем ноготь и за счет уменьшения давления снижается нарастание кожи в валиках. То есть мы уменьшаем кератоз, после чего возвращаем ногтю первоначальный вид за счет отращивания усеченных стенок. То есть мы возвращаем ему его природную ширину, такую, какую она должна быть. После отрастания ногтя мы обязательно учим клиента профилактировать, то есть посещать педикюр регулярно. Но я бы не стала прям так сильно расстраиваться по этому поводу, потому что это, в принципе, норма. У нас вот волосы тоже отрастают ежемесячно, и мы ходим их стрижом, красим, и это считается нормой. Гель-лак отрастает, мы тоже его снимаем и делаем новый. Вот то же самое с педикюром. То есть даже если мы не делаем декоративные покрытия, уход с ногтями осуществлять нужно особенно, если вы имеете вот такую вот склонность. Есть много факторов, есть какие-то внешние факторы, есть генетические факторы. Очень много показателей, которые способствуют образованию такого состояния ногтей, либо кожи вокруг ногтей. И с этим, конечно же, работать нужно. И в большинстве случаев это постоянный уход, наблюдение специалиста и своевременное решение этой проблемы. В общем, после того, как мы долго и мучительно объяснили клиенту, мы должны отслеживать его состояние, мы обязательно учим еще и домашнему уходу, а это обязательная тампонада под ноготь с целью уменьшения давления ногтя в валике. То есть в домашних условиях она с помощью кюретки и специального материала, который называется каполин, это синтетический материал, который не гниет. Ну, это самая важная его функция. Он мягкий и не протухнет у вас там под ноготочками. В общем, мы учим заводить вот так вот тампонаду, как сейчас вы наблюдаете на видео, и тогда давление уменьшается. Это и приятно, я по себе знаю, потому что я человек тоже с такой проблемой, и тампонады мои все. То есть я периодически тампонирую себе ногти, потому что у меня тоже есть сложности с кератозом. И таким образом она себя обезопасит от излишнего образования вот этой кожи, ну и впоследствии от болевых ощущений. И, конечно, дополнительно консультируем клиента по подбору обуви. И тут бывают всякие сложности в виде того, что, возможно, там размер, допустим, больше, чем среднестандартный, и девочки могут стесняться. Но знаете что? Сейчас есть отдел с обувью, например, унисекс, и почему бы и нет, это прям даже модно. Поэтому вперед. Главное, чтобы была удобной, потому что ноги – это то, чем мы ходим и пользуемся ежедневно. Это очень важная часть нашего организма, которая точно должна быть здоровой. Ну, а на этом у меня все. С вами была Алена. Большое спасибо всем, кто посмотрел. Не забудьте поставить лайк, подписаться, если еще этого не сделали. И, конечно, берегите себя и свои ногти. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok